Здравствуйте дорогие друзья, подписчики моего канала. Это Роман Головин, сыроедение изнутри. И сегодня мы поговорим о моем личном опыте, что я кушал при переходе на сыроедение, на сыроедение и на фрукторианское, что я кушаю и всего. Когда я перешел на сыроедение, я уже говорил, я перешел очень быстро, за 2 недели, так как у меня была очень сильная мотивация. Я это рассказывал в некоторых видео, еще расскажу более подробно позже. Я сначала убирал красное мясо, там белое мясо, постепенно ушли хлебобулочные изделия, рыба, яйца, все варенка, печенье и так далее. Старался я резать очень много салатов различных, брал большую тарелку, нарезал овощи, брокколи, помидоры, огурцы, чеснок, лук. На Кипре есть свеже отжатое, холодного отжима, оливковое масло из черных, маслин из оливок, из зеленых. С этим здесь проблем нет. Здесь есть такие заводики, люди собирают оливки и маслины, привозят на эти заводы, и там прямо вот такие механизмы давящие, давят, выжимают масло. То есть у людей дома этого ничего нет, у них просто сады оливковые, они привозят. Очень качественное масло. Также я ел и соль, сахар я уже тогда не ел. Начал постепенно внедрять различные блюда, такие как соусы какие-то в блендере пытался делать, аджику сырую, там добавлял помидоры постепенно, ну соль, там перец, естественно, специи добавлял, потом начал добавлять красный перец туда, укроп, там петрушку, все по вкусу делал. Ел помидоры, огурцы в салате, смешивал различные овощи между собой, фрукты я ел на гостем поем яблоки, потом сразу могу поесть апельсины, смешивал все это дело. То есть пытался свой усытить жор. Был большой аппетит после перехода, при переходе на сыроедение. Есть очень хотелось сильно, у меня была большая масса, я переходил, у меня было 105 килограмм, даже практически 106 килограмм. В тот момент я что-то как-то потолстел при переходе на сыроедение. То есть такой вот жизненный момент был, успокоился, как бы, да, не было никаких нервных стрессов, наелся до 106 килограмм. И вот со 106 килограмм я похудел до 83 килограмм на сыроедение, когда происходили чистки различные. То есть фрукты, какие у меня в рационе были? Яблоки, апельсины, грейпфрукты, бананы, я очень много также бананов ел, но на Кипре есть такие маленькие бананы, не кормовые, маленькие, они растут здесь практически 7-8 месяцев в году, они есть в магазинах. На Кипре два урожая их, очень вкусные, сладкие. Экзотические фрукты я не ел, я, наверное, посвящу отдельное видео экзотическим фруктам, стоит ли кушать экзотические фрукты. ананасы покупал редко, манго я тоже покупал редко, я старался находить такую информацию, что все-таки более древние, какие были более древние фрукты, завезены на землю, ел позже кукурузу. Если кто не пробовал, очень вкусная кукуруза, свежая, не вареная, сырая. Она, кстати, очень сладкая, не надо ее солью даже посыпать. Ну, кто-то еще использует соль, ничего страшного, можете использовать соль. Кукуруза солью тоже вкусная. Главное, чтобы она не какая-то генетически модифицированная была ни из Америки, ни из Канады, из таких вот стран. Также постепенно в мой рацион вошли каши, гречку пытался проращивать. Первый мой негативный опыт проращивания гречки. Я проращивал гречку, здесь жарко довольно-таки летом, вынес гречку на улицу, чтобы быстрее она проращивалась. Марлечку взял, посмотрел в интернете, как лучше проращивать, какая посуда нужна, барлечки там подкладывал, чуть-чуть водички наливал. Здесь такая температура, что я первый раз не рассчитал. Я отравился, конечно. Это, наверное, в жизни мой такое самое серьезное отравление, наверное, было. Меня вывернуло просто наизнанку конкретно. Я всю ночь просидел в ванне, в туалете. Хорошо, что у меня ванная с туалетом спаренная. Я не успевал то ли мне в туалет идти, у меня понос был. То ли мне в ванную бежать рвота у меня была. Просто профузная рвота. И я просто первый раз такой, что сразу с двух сторон у меня просто все выливалось просто. Вот это мой первый опыт проращивания был такой интересный. Впоследствии, как бы, дома я уже научился регулировать. Зимой сколько времени нужно для проростков, сколько времени на улице нужно. Жаркое время, холодное время. Самое, конечно, лучшее, это когда только ростки только-только пробиваются. Только вот эта жизненная сила у них, да. Буквально один миллиметр, когда показывается там максимум полтора, вот тогда надо есть. Если уже больше, все, уже теряется качество. Поэтому лучше придерживайтесь один миллиметр, полтора, когда ростки там либо вы орехи проращиваете, либо вы гречку проращиваете, либо еще что-то. Если кто-то использует ячмень, там рожь, там пшеницу. Я считаю, что зерновые, вот в частности, рожь, пшеница, ячмень, они не для нас. Поскольку каждый раз, когда я пытался замачивать в воде, пробовать, у меня сильная изжога начиналась. Просто, если вам интересно, кто занимается, конечно, духовным практиком и верит во все это. Когда на Землю прилетали так называемые боги, да, на железных колесницах, они привезли вот эту всю рожь, пшеницу для людей, и у них была голубая кровь. Вот эта пшеница, она подходит для этой крови, потому что у них голубой крови, там медь присутствует, у нас кровь красная, там гемоглобин. И она очень сильно закисляет, не подходит нам. Если было бы какие-то зерновые с железом внутри, это все-таки больше для нас подходило бы. Поэтому мой организм просто не принимал, я просто отказался, я даже вот эту рожь, пшеницу, вот это, все вот это не ел. Через какое-то время я начал включать овес, берете овес неочищенный, есть специальный для вегетарианцев, сыроедов, просто замачиваете, 5 минут буквально, все, готов. Я не знаю, зачем люди его варят, вообще идеально просто. Кто-то может мед добавить, кто-то может фрукты тогда порезать, то есть очень классно для тех, кто занимается спортом, там хочет массу добавить, самое замечательное. На овес нет такой реакции у меня, нет такого закисления, но все-таки, все-таки ощущается, что все-таки по сравнению с гречкой овес дает немножко закисления, на середине организм мгновенно реагирует, то есть в пищеводе такое жжение происходит. В меньшем либо большем количестве, когда вы съели такую пищу, которая не подходит нашему организму, и наш организм он сам говорит, что он не хочет эту пищу, поэтому прислушайтесь к своему организму, когда вы переходите на середине, ничего страшного, что вы будете есть, там немножко закисляться, то есть вы не переживайте, это все пройдет, и пройдет и жор, и чистки будут меньше гораздо, и слизь будет отходить, и понос уже уйдет, и прыщи уйдут, и волосы потом не будут вылезать, и во рту и флора более стабильная будет, то есть это просто нужно пройти, то есть у кого-то этот период очень короткий, буквально полгода, несколько месяцев, это люди более уже подготовленные, духовно подготовленные, и у них мотивация сильнее, и они уже созрели для этого, те люди, которые же просто услышали эту информацию от меня, еще от кого-то, и они морально не готовы, у них нет такой сильной мотивации, вокруг них очень много родственников, которые их прессуют, и говорят зачем, зачем, не нужно, то есть я бы растянул этот период подольше, например, подольше отказывался от каких-то продуктов, постепенно вводил в рацион больше зеленых коктейлей, больше фруктов, овощей, отдельно бы просто траву клал перед собой на стол, как я делал, я брал поднос с травой, клал перед собой траву, и у меня все время передо мной, перед моими глазами круглые сутки на стоя лежала разная трава, там укроп, петрушка, кинза, сельдерей, я просто там брал гречку по этой самой замоченную воде, садился, включал там телевизор, грубо говоря, и потихонечку, потому что первые 3-4 месяца я учился жевать заново, чтобы мои зубы жевали, потому что на мясоедении оказывается, что мы вообще не жуем, просто глотаем, даже не замечаем, а когда постоянно вот эта грубая пища, грубая клетчатка, яблоки надо разжевывать, там груши, вот эту гречку замоченную, пытался даже рис замачивать какое-то время я ел, но это очень как бы напрягается этим рисом, потому что он не 2 часа замачивается, а полтора, двое суток, и надо очень хорошие уже зубы к тому времени сформировавшиеся уже через 3-4-5 месяцев, когда уже зубы адаптировались, то есть вы можете практически камни грызть, сколько такое раз было, когда и камни попадались в гречки, я их кусал, то есть зубы не ломались, ломались пломбы, пару раз откололись пломбы, фарфоровая керамика, да, то есть в принципе пробовал практически все на среднем, а находился 5 месяцев на моноедении, то есть там берете один фрукт либо овощ, за один раз съедаете его, можете через полчаса, через час есть другие фрукты, то есть это моноедение, то есть вы не смешиваете за один раз, то есть едите один вид какого-то фрукта и овоща, 4-5 месяцев просидел на таком питании, потом мне какая-то попалась информация, это очень опасно для здоровья, ребята, долго не не сидите на таком питании, наверное, я очень чувствовал большое количество энергии, первые, наверное, 12 месяцев меня просто распирало, было много энергии, организм очищался, мне было хорошо, замечательно, потом у меня наоборот, был упадок сил, я уже в своих видео говорил, то, что у меня происходило, я себя чувствовал гораздо хуже, связывал это с перееданием, опять зашлаковка организма, ел в большом количестве, для спорта мне нужно было делать эксперименты, но советую как бы научиться прислушаться к своему организму, то есть вы, грубо говоря, приходите, садитесь и слушайте свой организм, что вам говорит организм, вы там пришли, вам заняться нечем, например, ходите либо книжку посчитать, либо какие-то домашние дела сделать, либо работа какая-то на дом у вас, ну, между этим вы садитесь и думаете, что бы вы мне съесть, яблочко, либо апельсинчик, либо салатик, а ваш организм, ну, вроде говорит, можно скушать, а можно не скушать, значит вы не хотите есть, если вы реально приходите и говорите, я хочу есть, я реально сейчас съем любого, вот тогда реально ваш организм хочет есть, но при переходе на сыроедение, конечно, эти инстинкты, они еще не развитые, поэтому вы будете кушать все подряд и ночью, возможно, вставать, и у меня такие периоды были, когда я какой-то период времени соль не ел, потом просто тупо приходил, там, брал, там, кунжут, например, какой-то, да, размалывал в кофемолке, водичка, там, масло оливковое, соль, и мне хотел, чтобы соленого съесть, либо огурцы с солью, там, да, какое-то время ешь, ешь, бац, то есть у меня был какой-то период времени, что я долго не мог от соли отказаться, и у меня прямо ломало, прямо, были даже судороги у меня в мышцах, я вот шел по городу где-то, и у меня судороги просто, двуглавые мышцы бедра, раз, я ничего сделал, ну, я падаю на колени посередине города и стою, люди смотрят, что со мной, у меня реальные судороги, я встать не могу, в голове начинается прокручиваться, так, я не доел солью, по ходу дела, пусть мне натрия не хватает, на тот момент, видно в организме, у меня происходили очистки, и в тот момент, наверное, натрий требовался мне в повышенных количествах, и кальций, были такие случаи, ночью у меня были судороги, я вскакивал, бежал просто вниз на кухню со второго этажа, брал стакан воды, брал розовую соль, размешивал, выпивал, и я не знаю, у меня вот буквально через 15 секунд у меня судороги проходило, как ни странно, вот скажете, ну почему здесь соль, ну проходили спазмы в мышце, в мышце спазмы уходили, и удивлялся, а как так, потом я долгое время боялся от соли отказываться, думал, все-таки соль нужна, особенно спортсменам, которые занимаются, но вот на фрукторианстве я отказался от соли, были маленькие судороги, я их перетерпел, механизмы перестроились, сейчас я в натрию не нуждаюсь, потому что, если вы интересовались химическим составом, когда они фруктов, овощей, то практически их вообще нигде нет, там в сельдерее может быть повышенное количество, то есть натрия вообще в минимуме везде, везде есть витамины группы В, в большом количестве, калий, везде присутствует, даже хлор есть, но от самого натрия в минимуме везде, какое-то время нужно организму перестроиться, а организм начинает уже использовать минимальное количество натрия, именно который содержится в такой ионной форме, во фруктах, овощах, которые находятся, ему достаточно такого небольшого количества натрия, а извне, из соли, нам уже не нужен натрий, но тоже не спешите от всего сразу отказываться, подождите, лишний раз перестрахуйтесь, там посидите лишний, полгод на таком обширном сыроедении, если вы никуда не торопитесь, вам не надо ставить рекорды никакие, вы не замотивированы, там, как космонавт Юрий Гагарин, например, когда в космос собирался, тогда лучше все-таки подождите, никуда не спешите, жизнь, она в принципе длинная, вы можете продлить свою жизнь гораздо еще длиннее, при переходе на сыроедение, фрукторианство, потом если кто-то на неедение перейдет, будете духовными практиками заниматься, то есть, поверьте мне, жизнь у вас не бросит, никуда не оставят, когда вы помогаете другим людям, сами развиваетесь, меняете мир к лучшему, другим людям, конечно, духовность, она стоит в углаху угла, при переходе на сыроедение, при быстром достижении результата, это я уже не раз говорил, когда вы занимаетесь параллельно медитациями и дыхательными, различными гимнастиками, именно задерживается дыхание, я думаю, что я сниму отдельное видео про дыхание, на сыроедение, также я в какой-то момент наслушался некоторых известных сыроедов, начал включать немножко вареной еды, полувареной, когда брал, тушил перец, лук, чеснок, морковка, перец и красный, и зеленый, помидоры все вместе, ну, буквально 5-7 минут, как бы, то есть, попробовать, как будет чувствовать мой организм, буквально там 4 месяца, может быть, максимум, в своей жизни я увлекался такой штукой, потом, я все-таки понял, что организм реагирует не очень хорошо, больше слизи появляется, слабость появляется, то есть, как бы, вроде кажется сначала, что психологически ты сам себя удовлетворяешь, тебе хорошо, но, с другой стороны, ты идешь в спортзал, у тебя сил меньше, спать больше хочешь, разница, конечно, колоссальная, сыроедение, фрукторианство, если сравнивать, с неба, земля, то есть, такие же ощущения, как в начале сыроедения сейчас у меня опять возвращаются, леную кашу также делал, может, в интернете посмотреть, я про лен уже тоже где-то в каких-то видео говорил, делал леную кашицу, из кунжута кашицу, мак брал, обычный мак, вот этот, который булочки посыпают, размалывал, также в кофемолке, там очень большое количество кальция, я считал, что мне нужен кальций обязательно, для восстановления зубов и для организма, замачивал в воде также мгновенно, можно меда добавлять, очень вкусно, его, конечно, часто нельзя есть, я ел раз в 3-4 дня, также кунжут каждый день я не ел, я брал там по 150 грамм через день, по 200 грамм через 2 дня, вот так вот, конечно, тоже у меня были в рационе морковка, и свекла сырая, салаты делал, и капусту, у меня была и перец красный, болгарский, зеленый, то есть, ну, обычные фрукты, овощи, которые вы можете найти в магазине, ничего экзотическое специально не использовал, у меня на этот счет были свои мысли, про каши я вроде бы сказал, вода у меня была, присутствовала, первый год на средине у меня вода была, я сначала замораживал воду, размораживал, потом пил эту размороженную воду, после этого я купил украинский аппарат для электролиза воды, он делает живой, мертвый воду, вы, наверное, слышали, практически полтора года я пил такую воду, сначала вроде бы первые там несколько месяцев у меня какой-то заряд энергии был, потом наоборот, потом посоверился с некоторыми людьми умными, которые сказали, ну, знаешь, лучше, все-таки это более специальная вода там, нет смысла ее пить, наверное, самая, наверное, оптимальная вода это с родняка, чистого, наверное, в больших городах таких уже не найдешь, многие пьют дистиллированную воду, то есть, дистиллированную воду я пытался пить, но недолго, я думаю, что дистиллированная вода при переходе на сыроедение, она очень помогает очиститься, она восстанавливается до нормальной воды, выводит ненужные соль, избыточные из организма, многие нееды продолжают пить, сыроеды, дистиллированную воду, так что, в принципе, можете также пробовать, это хорошо, и она помогает, некоторые мясоеды ее пьют, и такое ощущение, как будто говорят, что я заново родился, можете попробовать, проэкспериментировать, после я отказался от воды вообще, я стал использовать больше соков, зеленые коктейли у меня с фруктами были, ну, просто я ходил в туалет, я не знаю, каждый час, как бы, и ночью по три раза встал, я думал, я думал, зачем мне вода, смысл в этой воде, если я в туалет все время хожу, постоянно, мне это уже мешает жить просто, я уже начал сокращивать воду, потом убрал вообще, просто в блендере, сочные фрукты с зеленью делал, где-то через полтора года сыроедения, потому что раньше зеленых коктейлей, как таковых, не было, не было информации, я делал так зелень, отдельно, в салате, отдельно зелень с фруктами ее, буквально там несколько месяцев назад я перешел на фрукторианство, до этого я скептически относился к фрукторианству, на фрукторианстве я ем яблоки, груши, апельсины, красные грифрукты, белые грифрукты, манго ем, иногда ем ананас, зелень я перестал есть вообще, воду я не пью, продолжаю также физически заниматься, не в таком количестве, как раньше, через день, авокадо через день, у меня помидоры, где-то тоже через день, огурцы я редко ем, то есть это все фруктами тоже насывается, там есть косточки, потому что, пью также я апельсиновый сок с утра, вместе с лимонным, либо грифруктовый, вместе с лимонным, ем виноград также, виноград у меня в саду есть, вот сегодня я после спортзала ел виноград, очень такие интересные ощущения, когда залезаешь на лестницу, рвешь виноград, он на солнце нагрелся, до такой степени, как кипяток прямо, как будто его сварили только что, интересные яблоки в саду тоже были, идешь, рвешь яблоко, оно прямо до такой степени нагретое, прямо, интересно, конечно, когда они живые, они выдерживают такие температурные нагрузки, прямо в рот кладешь, прямо такое разогретое, температура, наверное, 40 градусов, 38, вот так вот, то есть на фрукторианце, в принципе, все просто, взял яблоко, съел, сейчас я ем одно яблоко, два яблока за один раз, через полтора-два часа, или три могу съесть, один грейпфрукт, еще там через 4 часа, допустим, могу съесть арбуз, вот еще арбуз могу съесть, дыню, да, поскольку я воду не пью, все-таки иногда использую арбуз, здесь арбуза 8 месяцев в году на Кипре, никаких экзотических фруктов я не использую, ничего такого замороченного я не использую, сейчас я практически на манаиле не нахожусь, то есть я один фрукт беру, единственное, что я вот лимонный сок мешаю с апельсиновым, либо, говорю, фруктовый с лимоном, единственное, что я смешиваю, потому что в чистом виде лимон не очень идет, потому что все внутри уже потом некомфортно ощущаю, ну, примерно я рассказал свой рацион, на фрукторианстве я чувствую себя, гораздо лучше, единственное, что могу сказать, опять возвращается энергия, вот сегодня, например, я спал пять с половиной часов, я проснулся, выспался, чувствую себя нормально, пошел в спортзал позанимался, сейчас снимаю для вас видео, чувствую себя гораздо лучше, чем на сыроедении, последние полтора-два года, конечно, я не призываю, сразу бросайте все, переходите на фрукторианство, я, во-первых, нахожусь в жаркой стране, здесь есть витамин D, здесь более-менее в магазине хорошее качество фруктов и овощи продаются, те, кто живут на севере, у кого нет возможности, либо денег покупать, вы не спешите, переходите на фрукторианство, дайте какое-то время организму, чтобы подольше побыть на широком сыроедении, так называемом, попробовать поесть один вид фруктов, вот бобовый, кстати, я ел на сыроедении, то есть есть такая зеленая фасоль, сначала я пытался размачивать, она очень горькая, невкусная, чечевицу, кстати, я размачивал, забыл сказать, красная чечевица, очищенная, есть неочищенная, неочищенная, зеленая, зеленая, такая коричневая, она дольше размачивается, аккуратно будете, можно зубы сломать, а не все, не все не размачиваются, попадается там один процент неразмоченный, то есть кладете также воду, там приходите на следующий день, Она уже готова, мягкая становится, особенно для тех, кто качается. Можно и чечевицу размачивать, я забыл тоже сказать в видео. Не красные чечевицы, не очищенные чечевицы. Если кто-то еще варит, можете варить несколько минут. Можете в горячей воде просто замачивать, еще быстрее будет, чтобы не варить. Бобовые также у меня были в рационе. Понятно, что многие привыкли к вареной фасоли, чечевице. Еще каким-то бобовым маш, горох. Вот горох сырой бывает на Кипре в сезон, тоже бывает. Тоже чемпион по всяким витаминам. Но также повторюсь, что белок организму не нужен в таких количествах, как его рисуют врачи и многие специалисты. Ни растительный белок не нужен в таком количестве, ни животным не нужен. Потому что вроде многие сыроеды, да-да-да, там животный белок разрушают, закисляют. А растительный белок тоже самое делает, только в меньшем количестве. Я на себе это испробовал, в полной мере могу точно сказать, что он просто не нужен. Сейчас вот на середине вам буду рассказывать, что происходит периодически. Потом я включу такие более длительные голодовки в свой период. Также на середине рекомендую в однодневной голодовке в неделю включать. Будете быстрее очищаться, будет организм быстрее запускать, естественно, механизм, микрофоры зарождаться, быстрее больше клетчатки ешьте. Спасибо вам за внимание. С вами был Роман Золовин. С середине изнутри. Увидимся в новых видео. Всего вам самого лучшего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok